В 13.06 в Кире начинается программа интервью, у микрофона Светлана Занько, напротив меня министр информационных технологий и связи Кировской области Александр Зорин. Добрый день. День добрый. Александр Владимирович, знаете, была такая задумка, когда эту министерскую неделю устраивали, что мы будем знакомить наших слушателей с новыми министрами и рассказывать, кроме всего прочего, еще и о том, кто они, откуда они, что они. Но так получилось, что с самого начала, когда к нам приходила еще Елена Утемова, ей очень много вопросов было на сайте, невозможно было рассказать ничего практически о каких-то других вещах, кроме ее непосредственной деятельности в должности министра. И так и пошло, и пошло, я хочу исправиться. И у меня есть для этого прекрасный повод. Поскольку вот я сейчас на сайте правительства и вижу вашу аккуратную биографию, без всяких лирических отступлений, меня, естественно, зацепило то, что вы не только по месту рождения имеете отношение к силу Посегова, но вы еще какое-то время в посеговском сельском поселении работали заместителем главы администрации. Да, абсолютно верно. И тут мы с вами до эфира уже начали разговор, потому что у меня-то там дача. И мне было интересно, вы вообще какое-то отношение сейчас к Посегово имеете? И где вы живете, в Посегово или в Кирове? Да, я живу в Посегово. И что касается взаимодействия уже с текущей сегодняшней администрации в Посегово, туда мы поддерживаем как товарищеские отношения, так и деловые отношения. На контакте находимся. А что там за история сейчас происходит на повороте в Посегово? Буквально за это лето вырос целый городок каких-то вагончиков. Честно говоря, мы присматривались, присматривались, не могли понять, что там устраивает. Указать или нет? Да, это на границе с Посеговским сельским поселением на территории Ленинского района города Кирова. Если не ошибаюсь, там находится межрегион ГАЗ. Они сделали, разместили там свой лагерь и занимаются газификацией как села Посегово, населенных пунктов села Посегово, так и идут дальше другие районы. Есть центр, база. Ага, тут все нормально. Какого криминала. Да, да. Очень хорошо. Но вот вы говорите, что вы общаетесь с нынешней администрацией посеговского поселения. Видите, как изменилась ситуация в то время, когда вы работали и сейчас? Например, такой вопрос, как свалки. Поскольку у меня там тоже есть место дислокации, я себе представляла, что еще года 3-4 назад там было безумное количество свалок, и это было такое ощущение, что люди просто вот из Посегово отъезжают, убаливают все, где есть, и уезжают обратно. И ничего с этим сделать было невозможно. Страшная была проблема в ваше время, насколько я понимаю, да? Потому что как раз вот ваши годы работы там. Ну, эта проблема была и у нас, и мы точно так же ее решали, как сейчас решает и администрация Посегова. Причем хочу сказать, что проблема свалок, это скорее всего их создает не... точно создает там не жители свалок Посегова, а это больше все-таки связано с тем, что на территории Посегово-Сельское поселение достаточно много дачных, садовых участков, соответствующих обществ. И, собственно говоря, там, на мой взгляд, все-таки, как мы тогда работали, больше мусора идет оттуда, то есть инстанционеры свалки делают именно они. Это с одной стороны, а тогда мы еще сталкивались с проблемой, что и, честно говоря, там предприятия, которые находились на территории Посегово-Сельского поселения, такие свалки тоже устраивали. Мы их выявляли, находили, устраняли, соответствующими органами их наказывали, ну, и ликвидировали. А сейчас проблема, вы считаете, решена, вы там живете, что ли? Ну, на самом деле, в настоящее время там больших свалок вдоль дорог по своему маршруту движения там не вижу, и это говорит о том, что администрация их достаточно, ну, тоже оперативно их выявляет и устраняет, и нужно отдать им должное. А вам нравится жить в Посегово? Да, на мой взгляд, это один из лучших пригородов города Кира. Очень комфортный, там очень замечательная церковь, пруд, очень удобная саги, школа. Кстати, церковь, такое ощущение, что церковь сейчас развивается, реставрируется. За счет чего? Причем она финансировается за счет средств от как жителей села Посегово, так и кировских предпринимателей других лиц, то есть пожертвований. А там же даже воскресная школа создана. Да, это нужно отдать должное отцу Михаилу. У вас молодой батюшка активный очень, да? И в Киров переезжать вы не собираетесь? В настоящее время нет, но, возможно, там в ближайшее время, может, годы через два, через три, этот вопрос будет рассматриваться. Дело в том, что дети подрастают, и, соответственно, школы и дополнительное образование, которое сегодня дает город Киров, более удобно получать, если ты живешь в городе Кира. А кто в Посегово у вас остается? Родители? Да, родители. Родители. На приусаденном участке помогаете? Есть у вас? Ну, очень редко, на самом деле. Здесь, наверное, как бы у меня недостаток. За весь год у меня получается раза два-три, наверное, расходить в сад. Больше у меня племянники, там взрослые уже помогают матушке. Ну, на самом деле, связанно с тем, что высокий очень темп работы и очень много времени проводим на работе. А что с интернетом в Посегово? Интернет достаточно хороший. У нас и Мегафон, и Билайн, и МТС, и Ростелеком, то есть достаточно... Это какого рода интернет? ШПД. То есть широкополосная? Да, широкополосный доступ к сети интернет, как по мобильной связи, так и по фиксированной связи. Фиксированная связь с Ростелеком. А как давно туда пришел, широкополосная пришла связь? Ну, давно, на самом деле. Давно? Да, то есть в шестом году, когда я там работал, он был. Да. Ну, Ростелеком. Тогда, раз мы заговорили об этой программе по обеспечению широкополосного доступа в интернет, это федеральная программа, напоминаю, что эта программа касается небольших по численности населенных пунктов, от 250 тысяч человек до 500. До 500? Да, абсолютно верно, 250-500. То есть мы тоже, по сути, небольшой населенный пункт, тысяч человек. Что у нас происходит сейчас? Нет, не тысяч, 250-500 человек. Человек, не тысяч человек, представляете? Я записала тысячу. Я говорю, что же на маленькие населенные пункты такие, неужели там нет интернета? 250-500 человек. Абсолютно верно. Во-первых, я не очень хорошо понимаю эффективность этой программы с точки зрения как бизнеса, где тут интерес наших провайдеров, так и, собственно говоря, потребности населения. Может быть, вы мне расскажете, действительно, населению там, где там в селе живут 250 человек, нужен интернет? Ну, на самом деле, начнем с того, что это федеральный проект. Ответственно за него является Минкомсвязь Россия. Исполнителем является Ростелеком. И задача, вот если берем город Киров, Кировскую область, то до конца 2018 года обеспечить 230 населенных пунктов доступом к широкополосным доступам к сети интернет. Это скорость выше 10 мегабит. Минкомсвязи мы исходим с того, что на самом деле ИКТ, информационно-коммунистационные технологии, в целом интернет, он позволяет развивать в том числе, то есть создавать необходимые условия, в том числе для предпринимательской активности в сельских поселениях. С одной стороны, в том числе, возможность получать банковские услуги, совершать покупки в сети интернет. Ну, и с другой стороны, конечно, он даст возможность коммуникации граждан через сеть интернет. Секундочку. Значит, 250 населенных пунктов. 230. Это населенные пункты с численностью населения какой? 500 или 200? От 250 до 500 человек. А как их отбирали? Ну, смотрите, на самом деле мы делали анализ тех населенных пунктов, которые в настоящее время находятся на территории Кировской области, исходя из того, насколько сегодня там высок уровень социальной напряжения. Это в первую очередь, с одной стороны. Что это значит, уровень социальной напряжения? Ну, социальное напряжение там, где, собственно говоря, мы получаем максимальное количество жалоб, обращений по поводу того, что там нет интернета. Это с одной стороны. С другой стороны, мы исходили из того, что есть действующая программа операторов связи, которая предусматривает заходы в те или иные населенные пункты. Мы исходили из того, что когда Ростелеком заходит в те населенные пункты, куда операторы связи в ближайшее время не придут. Чтобы можно было быстрее решить. Да, абсолютно верно. Вот так отбирали. Значит, второе. Вы говорите про социальную напряженность и запросы. Вот это как раз перекликается с моим вопросом. Я не очень хорошо себя понимаю, как в селе на 250 человек, потому что у меня плохие представления, где в основном пожилое население, зачем вообще этим людям на самом деле интернет? Какой бизнес деятельности это будет развивать? Что они с ним будут делать с этим интернетом? Ну, смотрите, на самом деле, о чем идет речь? Приходит интернет, приходит мобильная связь. Приходит мобильная связь, соответственно, мы можем вызвать скорую помощь, мы можем вызвать своего участкового, сообщить там о каком-то либо происшествии и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, безопасность, абсолютно верно. С другой стороны, мы все-таки говорим о том, какая задача у нас есть. Не скажу, что далеко по ней продвинулись. Это в проекте волонтеров информационного общества будем говорить. На самом деле, у нас есть комплективная задача. Это, и в Минкомсвязь, кстати, я ее тоже озвучивал, это создавать дополнительные рабочие места, в том числе для лиц старшего среднего возраста, в том числе для тех, кто проживает в этих населенных пунктах рабочие места для возможности заработка в системе данных дополнительных. Вот это очень интересно. Это интересно, но хочу сказать, что мы здесь еще делаем первые шаги. Мы сейчас попозже об этом обязательно поговорим. Итак, вот есть эти 230 населенных пунктов. И до 2018 года мы должны обеспечить доступ в интернет всем этим населенным пунктам, а вслед за этим доступом там появится и сотовая связь, которая обеспечит людям безопасность и, возможно, даже рабочие места, даже пожилым людям, которые там находятся, потому что еще есть проект волонтера информационного общества. Как сейчас вот исполнение этой программы находится, на каком уровне? Вы идете в штатном режиме, успеваете по расписанию или возникают какие-то трудности? Смотрите, в этом году по плану, который утвержден Никитой Юрьевичем Белых и Ростелеком, мы должны были зайти в 20 населенных пунктов. То есть оптика должна прийти в 20 населенных пунктов. По скорректированному плану Ростелеком, они зайдут до конца года в 25 населенных пунктов. То есть мы здесь идем с опережением и планы этого года перевыполнят на 20%. Это благодаря Ростелекому? Это они так активно? Ну, да, 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 да. Достаточно оперативно вносят планы, свои изменения в планы, исходя из того, что, ну, грубо говоря, там оптику тянут в один населенный пункт, параллельно заходят во второй. То есть... А у нас только Ростелеком обеспечивает вот такой... Исполнитель, да, это единый федеральный контракт, исполнителем является Ростелеком. Ростелеком. Все, хорошо. Мы в графике переходим к волонтерам информационного общества. Итак, напоминаем, что это программа по обучению людей пенсионного возраста, да? Ну, не совсем. Изначально мы позиционировали ее как программа целевой аудитории, которая является лицом старшего и среднего возраста. Это 45 плюс. Что есть 45-летние люди, которые не умеют пользоваться интернетом? Пардом, интернетом? Ну, на самом деле мы даем там базовые знания и навыки, но действительно, то есть есть те вот у кого-то достаточно высоко востребованные. Но ядро у нас все равно. Это люди 50, наверное, плюс. 55. 55. Это люди, которые находятся на грани пенсионного возраста, да? И это люди, которым вы хотите дать еще один шанс, чтобы продлить трудоспособное там какое-то, да? Ну, да, там на самом деле задачи много. Одна из них, это, понятно, базовое знание и навыки по работе с персональным компьютером. Мы учим их как включать интернет, как работать с фордом, как работать с интернетом. Но основной курт, который мы делаем, мы даем возможность, мы учим их выстраивать коммуникации в сети интернет, через социальные сети, через электронную почту. С одной стороны, а с другой стороны, мы учим их получать в госуслуги в электронном виде. Да, это два важных момента. Хорошо. С соцсетями все понятно. Это, наверное, увлекательно, интересно. И, кстати, очень полезно на самом деле, потому что мы действительно видели, то есть смотрим, мониторим ситуацию с обучением, и действительно видели очень, и получаем очень много положительных отзывов в связи с тем, что люди находят своих родственников, которые раньше там где-то... Это важно. Да, это такая социальная задача важная решается. А вот что касается взаимодействия с, то есть, не знаю, с электронным правительством, с МФЦ, вы отслеживаете от ваших выпускников, поступает больше сейчас каких-то документов в электронном виде? Или никак не повлияло это обучение, которое достаточно серьезное? Сколько человек уже обучено? Смотрите, мы в прошлом году обучили свыше 40 тысяч человек, а позапрошлом году мы обучили свыше 12. А в настоящее время общая цифра обученных около 60 тысяч человек. 60 тысяч обученных человек. Вы видите, что от этих людей поступает, например, больше документов в электронном виде в те же многофункциональные центры? Смотрите, на самом деле в МФЦ документы в электронном виде не направляются. Ни в каком вообще время? МФЦ – это традиционный порядок получения услуг, когда мы психически приходим в центр моих документов и делаем запрос на предоставление услуги. Услуга в электронном виде предоставляется через портал федеральный или региональный портал госуслуг, а также через ведомственные порталы. Смотрите, на настоящее время у нас мы наблюдаем увеличение числа граждан, которые пользуются электронными услугами. Динамика положительная. При этом, безусловно, основными услугами, которыми люди кировчане на настоящее время пользуются – это запись на прием к врачу, это запись в детский сад, подобные услуги. Что касается большинства наших пользователей, то основной акцент при их обучении мы делали, понятно, этим сервисом тоже их показывали. Динамика – это участники проекта финансового информационного обучения. Динамика – то мы их, грубо говоря, в качестве примеров, мы показывали услуги медсионного фонда, собственно говоря, благодаря которым можно получить информацию со состояния своего медсионного счета, например. Динамика – элементарные. Динамика – это достаточно несложно, просто то, что можно пользоваться. При этом, с точки зрения эффективности именно получения необходимых знаний и навыков по получению услуг по электронному виде, то я не думаю, что здесь мы достигли тех результатов, которые перед собой поставили. Связано это с тем, что мы, грубо говоря, хотели уместить там все в одном – 20 часов в курс, и через несколько, там, 7-10 дней, там, 2 недели, месяц, когда люди ими не пользуются, они просто это забывают. А сейчас мы вносим коррективы в программу обучения, и в том числе в этом году будет использован курс, длительность которого составляет 32 часа, он будет подкорректирован, причем его будут проводить профессиональные педагоги. А не студенты-волонтеры? Да, не студенты-волонтеры. Но это небольшой такой пилот мы делаем с точки зрения сравнения эффективность двух направлений, если учат там профессионал, а если все-таки учат там волонтеры. И чтобы нам, собственно говоря, там выявить проблемные места, и потом нашу волонтерскую программу сюда подкорректировать и внести. Кроме этого… Профессионалам придется платить? Да. А волонтерам? Что касается волонтеров, ну, волонтеровский труд, он добровольный сам по себе, по определению, при этом у нас есть определенная программа «Мотивации для волонтеров», лучших мы отбираем, они участвуют у нас в региональных, федеральных молодежных мероприятиях. А откуда профессионалов будете приглашать? Мы… Это будет государственный заказ на предоставление соответствующих образовательных услуг, там, ограниченному числу желающих, и, скорее всего, это будет либо училище, какого-либо того, который выиграет, ну, образовательная организация училища, либо вуз. А большую сумму планируете потратить? Около 500 тысяч рублей. Это деньги, которые… 50% из них затраты несет бюджет Кировской области и 50% – Пенсионный фонд России. Угу. Вот Вы сказали, что люди, которые живут в этих населенных пунктах, о которых мы ранее говорили, 250 человек, это как раз потенциальные участники проекта «Волонтеры информационного общества». Верно. Но они будут участниками после того, как туда придет интернет, потому что нельзя учить интернету, если интернета нет. А что это будут? Выездные группы? Как люди будут посещать эти занятия? Смотрите, мы на самом деле с точки зрения… Ну, первое – ад. В центрах сельских поселений мы создаем такой-то центр общественного доступа, где будут провести эти обучения. Сейчас прямо создаете? Или это в планах? Оно и в планах, и сейчас. Причем, грубо говоря, если этот год и прошлый мы делали акценты на центрах «Мои документы», и в каждом центре «Мои документы» перед нами стоит задача создать компьютерный класс для обучения, то в дальнейшем мы планируем развить сеть вот таких центров общественного доступа к сети интернет и обучающих залов. Ну, собственно говоря, там уже небольшие населенные пункты. При этом в большинстве из них есть школы, и поэтому в настоящее время мы используем их как площадки для обучения. В дальнейшем акцент мы будем все-таки брать на дома культуры и сельские библиотеки. В настоящее время с точки зрения наличия соответствующего оборудования там не все здорово, и совместно с операторами связи, совместно с нашими партнерами, с другими организациями мы запускаем такую волну. Ну, собственно говоря, у них происходит модернизация оборудования, компьютеры 3-4 года, они с ним работают, потом его меняют, и вот это уже, скажем так, оборудование, которое не нужно, персональные компьютеры, ноутбуки, они будут направлять безвозмездно, опять же, для оснащения образовательных площадок на базе домов культуры или библиотеки. И такой пример у нас уже есть. Компания МТС буквально недавно передала нам 20 компьютеров. Первый компьютерный класс мы открыли в Амбутнинске на базе библиотеки, и в ближайшее время мы откроем еще их 3, один из них там в Чапецком районе и два в других муниципальных районах. Буквально недавно это когда? Это был день города Амбутнинска в июле. В июле. Хороший вопрос по поводу техники и по поводу этих самых волонтеров. Если люди не умеют пользоваться интернетом, то, скорее всего, и техники у них дома нет. Вот, и многие из них наверняка все-таки действительно уже пенсионеры. И, в общем, техника сейчас, как бы там предложение не развивалось, все равно не дешевая и не предмет первой необходимости. Не было ли у вас мыслей договориться с какими-нибудь крупными компаниями или мелкими компаниями, которые эту технику продают, о том, условно говоря, что вот приходит выпускник, волонтер, выложить диплом, карточка, а ему скидка? А это и было, и есть. Да. Да, там сами с проектом у нас... Я-то думаю, у меня такое предложение сейчас ракционально будет. Сами с проектом Сбербанком и компанией Технополис, то есть они делают скидки выпускникам наших курсов. Большие ли скидки? На самом деле, там, смотрите, два момента. Первая – это скидка от компании Технополис, не помню, там где-то или тысяча, или две тысячи рублей. И компания Сбербанк, он предлагал, там, крупные, очень, там, кредитные вещи. Этими услугами пользовались вы? На самом деле, не массово. На самом деле, не массово. Почему? Потому что, ну, собственно, как вы говорите, там компьютер в настоящее время не предмет, наверное, необходимости. С одной стороны, с другой стороны, мы получали обратную связь от наших слушателей, что после того, как они проходят обучение, их дети им дарили, соответственно, там, ноутбуки или там… Ах, просто заботились. Да, да. Понятно. Что касается же вот этих населенных пунктов 250-500 или там 250-минус, то я все-таки думаю, что здесь ставку нужно делать на создание такой центра общественного доступа. Почему? И как практика у нас там показала, сегодня, проводя обучение, там, ну, например, на базе, там, МФЦ, в центрах МАИДОКУМЕНТО, там не просто люди приходят туда научиться работать с сетью интернет, это общаться, создаются соответствующие клубы. И когда они вместе будут с них работать, гораздо интереснее, живее и, собственно, полезнее. Да, да. А хватит ли вам слушателей? Вот Никита Юрьевич Белых в свое время анонсировал, что 40 тысяч человек ежегодно будут обучаться. Именно такая задача стоит. Это речь идет о лицах среднего и старшего возраста. В настоящее время мы ставим там более высокий показатель и в рамках проекта волонтера информационного общества в настоящее время делаем перезагрузку с выпускным проектом волонтера 2.0. В чем он заключается? Мы определяем для себя уже несколько целевых групп. Это первая целевая группа 14-23, вторая группа 24-44, ну и следующая целевая группа 45+. Причем у них там тоже выделяем соответствующие целевые группы. О чем идет речь? Для чего это нужно? Для каждой целевой группы мы определяем те услуги, те знания, которые именно важны для них в этом возрасте. В том числе подбираем госуслуги или другие электронные услуги, которые с ним предоставляются, исходя из тех потребностей, которые у них есть в настоящее время. То есть, грубо говоря, для молодежи это одна информация, это одни сервисы, для среднего возраста там другая, и для старшего там другая группа, собственно, по услугу будет сделана. То есть, такие курсы выстрел, которые там, ну, собственно говоря, там 2-4 часа, они будут там сентября запущены. Вот сейчас подключился к нашей работе, подключился к нашей работе министерство образования, совместно с институтом повышения квалификации сотрудников образования, мы разрабатываем соответствующие программы. И я думаю, в сентябре их анонсируем, думаю, получится очень интересно. А еще есть возможность кому-то подать заявку на участие в этом проекте? Как вы находите людей, через кого распространяется? Вы имеете в виду речь идет о слушателях. Да, нас слушают люди, и думаю, так, как это я могу туда попасть? 760606, это единая точка входа для записи на эти курсы. Еще такое мнение звучало, подозрение, что не присылает ли на ваши курсы кто-нибудь в библиотеке, предприятии людей для галочки? Ну, нет, на самом деле мы с предприятиями тоже работаем, и свои группы они формируют. У нас есть очень хороший, успешный опыт работы с заводом «Лепси» на базе своего компьютерного класса. Они вот те курсы повышения квалификации для своих сотрудников, их организуют. То есть, насколько это гарантировано, что вы обучаете действительно тех людей, которым это нужно, а не просто куда кто-то присылается, для того, чтобы вам обеспечить вот этот наполняемый 40 тысяч человек? Ну, смотрите, у нас, если люди приходят, придут в зал, они все полные. То есть, насильно туда никого точно не загоняют, люди приходят. Почему? Потому что им это интересно. И наша задача как раз это интересно поддерживать. У вас это нонс, вообще то, что я сейчас сказала, да? Понятно. Сейчас мы приверемся на короткую рекламу, после чего мне бы хотелось поинтересоваться, какие договоренности у вас сейчас, у правительства Кировской области, существуют с Яндексом, и что такое региональная информатизация. Окей. Продолжается интервью с Александром Зориным, министром информационных технологий и связи Кировской области. Никак не может нас оставить проект «Волонтеры информационного общества», потому что тут выясняется в перерыве, как всегда, самая важная информация, что и муниципальные служащие тоже попадают в этот проект. Ну, смотрите, да, мы говорили о том, что с этого года мы начинаем выделять дополнительные целевые группы, и одна из этих целевых групп является государственные муниципальные служащие, а также работники бюджетной сферы. Из чего мы исходим? Мы исходим из того, что сегодня, и дальше мы перейдем к вопросу региональной информатизации, мы исходим из того, что сегодня информационные технологии должны активно, оперативно внедряться в практику муниципального управления. Но мало приобрести систему или ее внедрить, установить, важно научиться с ней работать. Поэтому акцент был сделан на обучении муниципальных служащих при внедрении новых информационных систем. И это обучение будет также организовано на базе центров «Мои документы», на базе их компьютерных классов. И вот тут-то уж они обязательно должны будут ходить. Это да, это да. И я думаю, это будет очень полезно. В настоящее время такой точной системы обучения, представленной во всех муниципальных образованиях, нет. Когда мы завершаем проект по созданию центров «Мои документы», то, собственно говоря, образовательные классы будут созданы в каждом муниципальном образовании. Финансируются и этот часть проекта точно по той же схеме, что и остальные. Да? Половина федеральные деньги, половина региональные деньги? Нет, нет, нет. У нас, смотрите, половина федеральные деньги и половина региональные, это речь идет о таком пилотном проекте по участию Кировской области, федеральном проекте, оператором которого является миссионный фонд. То есть это тогда, когда размещается заказ на представление услуг. При этом, собственно говоря, если брать эффективность, здесь выходит порядка 300 рублей, 500 рублей на человека стоимость, а по нашей программе себестоимость у нас выходит порядка 60-80 рублей человек. Поэтому, собственно говоря, основные свои финансовые ресурсы мы будем направлять все-таки на проект волонтера информационного общества. Что касается пилота с пенсионным фондом, мы посмотрим его эффективность, и мы, собственно говоря, будем дальше принимать по нему решение. Что касается муниципальных служб, это тоже та же целевая группа, но, тем не менее, понятно, базовый набор знаний и науков по работе с новыми системами мы будем действительно осуществлять в рамках действующего финансирования, которое идет либо у нас по базе, по линии МФЦ, либо по другому подъедуственному учреждению. То есть ничего дополнительного выделять не будете? Будете как-то перераспределять? Смотрите, у нас вообще задача сегодня стоит, и принцип, который мы используем, это больший объем за меньшие деньги. Мы не тратим бюджетные деньги тогда, когда это не нужно делать. И мы изыскиваем все возможности для того, чтобы, собственно говоря, максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. То есть у нас нет задачи расширять бюджетно финансирование как раз наоборот. И не расширяете? По мере сил, да. Так, ушли от этого, по мере сил. Хорошо, нам очень нужно поговорить с вами о региональной информатизации, что это за проект, но у нас очень мало времени. Мне бы еще хотелось, чтобы вы под занавес сказали, что у нас за дела с Яндексом происходят. Давайте, раз уж мы упомянули уже региональную информатизацию, что это за проект, потому что он уже, оригинальный проект, будет презентован тоже в сентябре, насколько я понимаю. Ну да, на самом деле региональная информатизация – это, скорее всего, не проект. Проекты будут созданы в рамках него по отдельным отраслям экономики, либо социальной сферы, либо по сектору государственного муниципального управления. Речь идет в целом о комплексном подходе к региональной информатизации. В декабре прошлого года на уровне правительством Российской Федерации была утверждена концепция региональной информатизации. И все, что мы в настоящее время делаем, мы исходим именно из этой концепции. Основной ее принцип – это и задача, наверное, это синхронизировать действия федеральной, региональной власти органов местного управления при использовании информационно-коммуникационных технологий. При этом Федерация ставит задачу выровнять уровень развития информационного общества в регионах Российской Федерации, то задача, которую ставит перед собой правительство Кировской области, Лукита Юрьевич об этом говорил, обращаясь с депутатом в законодательное собрание, это обеспечить выравнив уровень информационного общества в Кировской области. Я серьезно вам говорю. Я ничего не понимаю. Давайте скажу, как это скажется на жизни кировчан и жителей Кировской области. Смотрите, о чем идет речь на самом деле. Если мы сегодня, к примеру, переводим услуги в электронном виде, это касается только города Кирова, и возможность получать услуги в электронном виде имеют только жители города Кирова, то это означает, что мы не решили проблемы на территории всей Кировской области. Равный доступ к получению госуслуг должны иметь все кировчане. Что для этого нужно делать? При этом важно, чтобы при соответствующем финансировании мы обеспечили высокий уровень экономической эффективности, то есть больший объем за меньшие деньги. Соответственно, основной принцип, который мы будем использовать, который является для нас приоритетом, мы будем исходить из того, что мы будем приобретать единую систему, которую будем спускать на уровень муниципалитетов. То есть сами муниципалитеты все никакую противную имеем. Один муниципалитет может позволить себе расходы на приобретение той или иной информационной системы, а другой не может. Соответственно, такой дисбаланс мы получаем. Прежде всего для доступа к госуслугам. В том числе для доступа к госуслугам. Для людей прежде всего это, да? Абсолютно верно. Ну, то же самое, когда мы разрабатываем какие-либо сервисы, то есть нельзя их разработать только для города Кирова или города Кирова-Чапецка. Они должны быть доступны для жителей Вятских полян, города Оружима, там, ООЗы, Амутинская и так далее. Вы этого и не делаете. То есть у вас разработаны сервисы, и вы их будете транслировать на сервисы? Мы будем давать их органам местного самоправления готового решения. И мы, на самом деле, мы такой подход применили при реализации проекта электронного правительства. В 2013 году мы приобрели единую информационную систему, на базе которой выстроили всю систему предоставления услуг Кировской области. И сейчас ее дальше развиваем. Это достаточно, если мы там смотрим консолидированный бюджет Кировской области, учитывающий региональные расходы муниципальные, это там в разы дешевле, чем если бы это делал каждый муниципалитет отдельно. Это презентация в сентябре месяце. Это будет точка отсчета какая-то? Смотрите, в сентябре месяце мы будем презентовать концепцию региональной информатизации Кировской области, в которой в том числе обозначим основные направления до 2018 года региональной информатизации. С одной стороны, с другой стороны, мы представим новую структуру управления региональной информатизацией. Важно что? Важно обеспечить заданные результаты, заданные сроки, заданные ресурсы. И абсолютно верно. При этом, в первую очередь, зависит от того, насколько эффективную систему управления мы здесь выстроили. И именно это обеспечит сегодня синхронное развитие информационно-коммуниципальной технологии как в секторе государства муниципального управления, так и в других федерациях экономики, в том числе, собственно говоря, при переводе и совершенствовании системы представления госуслуг в Кировской области в целом. Я вот прошу прощения. Этот проект, он будет основываться на конкретных, уже существующих средствах финансовых? Или это будет просто проект, а где взять средства потом, думают люди? Смотрите, здесь первое. Мы исходим с того, что мы не выступаем с тем, чтобы увеличить расходы на информатизацию. Мы говорим о том, что сегодня нужно, и для этого есть все возможности, для того, чтобы провести оптимизацию в рамках действующих программ. То есть, собственно говоря, мы будем покупать единое решение, не на один орган власти, а, собственно говоря, на все сразу. Деньги на это есть уже? В рамках текущего финансирования, конечно. Есть. Но каждый год они будут определяться заново. Есть, нет? Смотрите, они же на сегодняшний день у нас там запланированы. У нас утверждено финансирование на 15-й год, на плановый, в период 16-17-й год точно так же. Мы говорим о том, что это финансирование мы должны увеличивать наиболее эффективную использование. Я понимаю, Александр Дозорьевич, есть уверенность, что финансов хватит на реализацию этой программы? Я думаю, я бы сказал так. Финансов должно хватить. Финансов должно хватить. При этом мы исходим из принципа необходимости и достаточности. Красивая формулировка, ничего не скажешь. Вы говорили, что в сентябре будет также презентован новый сайт госуслуг. Правильно я вас слышу? Абсолютно. Региональный. Что нового в нем будет? И, насколько я понимаю, все новое должно облегчать, собственно, пользователю, да, и как раз доступ к этим самым услугам. Смотрите, что там принципиально... Две минуты, а еще две минуты на Яндекс. Хорошо. Что меняется? Мы его позиционируем не просто как портал региональных государственных или муниципальных услуг, мы его позиционируем как единый портал электронных услуг Кировской области. Там будут представлены все услуги, в том числе коммерческих организаций, банки, страховые компании, организации жилищно-коммунальной сферы, ритейл, другие организации, которые представляют услуги в электронном виде. Мы исходим из того, что в большинстве случаев, когда мы получаем ту или иную государственную услугу, она не может быть рассмотрена в отрыве от коммерческих услуг, в том числе услуг, которые сегодня предоставляет наш подветрительственное учреждение. И все будут в едином месте, единая точка входа. Это действительно будет очень удобно, и в том числе это будет популяризировать получение услуг в электронном виде, это быстро удобно, оперативно. Новый дизайн, дружелюбный дизайн. Это блеск сейчас в глазах Александра Владимировича. Ну, я надеюсь, что да, здесь мы действительно сделаем некий прорыв, в том числе, который смогут оценить жители. Действительно, с явной полезностью. А за основу вот этого нового портала вы что-то брали уже готовы? Или это наш уникальный продукт? Портал городских услуг города Москвы. Именно Москва была. Ну, да, и несколько регионов, то и другие синхронные дела. Очень хорошо. Что же Яндекс? Что касается Яндекса, то, смотрите. Правительство планирует подписать договор по проекту открытых данных с Яндексом. Да, верно. Во-первых, почему с Яндексом? Ну, посмотрите, Яндекс это один из лидеров сегодня в сфере использования открытых данных, создания на их основе социально-ориентированных сервисов. То есть потребителям, основным потребителям сегодня сервисов, интернет-сервисов компании Яндекс является население, ну и бизнес. Принцип, какой мы, сегодня я уже об этом говорил, мы хотим открыть данные, сделать набор, собрать массивы данных, именно тех, по которым сегодня есть востребованность. Запрос, да, запрос, собственно говоря, от населения, либо от бизнеса. Это с одной стороны, при этом мы не хотим нести затраты, не будем их нести на разработку своими сервисами. И вот здесь к нам подключается компания Яндекс, у которой эти сервисы уже разработаны, и на основе наших данных они будут совершенствовать свои сервисы. И, собственно говоря, когда мы сегодня используем сервис Яндекс, сервисы Яндекс, например, там Яндекса, Фиша, Яндекс, справочники и другие, то там будет информация от Кировской области. Вы поставляете информацию? Да, мы их открываем, делаем в формате открытых данных, в котором работает в том числе там компания Яндекс, и, собственно говоря, там они уже их актуализируют и применяют в своих сервисах. И как Вы говорите, Вы ничего не платите за их сервисы. А что Вы даете у Яндекса? Им нужна информация. Им нужна информация. То есть здесь же самое выгодное и безвозмездное сотрудничество? Ну, да, абсолютно верно. Или есть какие-то затраты? Нет, нет. То есть опять мы исходим с того, что финансовых затрат мы здесь не несём. Вот такое огромное количество проектов. Сколько у Вас человек в министерстве работает? В настоящее время у нас работают 23 сотрудника. Мы точно так же провели оптимизацию, там, минус 10. Была обеспечена при этом действительно очень напряжённая работа. И что помогает? У нас сегодня помогает. Сегодня создаются очень хорошие управленческие команды у нас на базе наших подведомственных учреждений. То есть те, которые находятся, то есть, собственно говоря, и сами являются драйверами, подхватывают новые идеи, есть интерес доводить их до конца и действительно получать результаты, которые обладают явной полезностью для граждан. А какие подведомственные учреждения? Это Центр Мои Документы, многофункциональный центр. Это Центр Стратегических Разработок Информационной Системы, это наш тоже подведомственный, чисто IT-шный подвед, и Агентство Телекоммуникации и Связи. Кстати, вот в ближайшее время мы с ними запускаем тоже интересные такие расходы в области проект по развитию группировки комплексов фото-видео-фиксации, причем по схеме частного государства, она там партнерства по факту, когда, собственно, группировку тут создают бизнес. Безобразие. Вот сейчас нужно поговорить об этом, но время наше закончилось, я очень вам благодарна. Мне кажется, мы выдали огромный кусок такой информации по информатизации Кирова и Кировской области. Для меня очень многое стало ясно, надеюсь, для наших слушателей тоже. А что касается последнего момента, то я вас приглашаю в Дневной Разворот вместе с вашими партнерами, и мы тогда расскажем все про видеофиксацию. Да, довольствием буду. Спасибо. Спасибо большое. Александр Зорин, министр информационных технологий и связи Кировской области.